Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о фильтрах и о сортировке и о заблуждениях, которые с ним связаны. Первое, что мы рассмотрим, это как установить фильтр. Да, это можно сделать двумя способами. За эти данные поставить фильтр. Или же во вкладке «Главная» — «Сортировка» — «Выбрать фильтр». То есть одно нажатие по фильтру ставить, соответственно, следующее нажатие по фильтру его выключает. Первая задача, которую мы рассмотрим, нам необходимо определить количество раз аренды автомобиля ВАЗ. Кстати, при установке фильтра — частая ошибка, когда выделяют всю строку и ставят фильтр. Таким образом, фильтр ставится по всей длине строки. То есть, если у нас правее была бы таблица, там бы также поставились фильтры. Фильтр можно ставить, нажав любую из ячеек таблицы и нажав фильтр. Итак, переходим к задаче. Количество раз аренды автомобиля ВАЗ. Мы заходим в фильтр, выбираем ВАЗ, или можно набрать его в поиске. Ок. Таблица отфильтровалась, и значение у нас выведено в левом нижнем углу, то есть количество раз — это 130. До суммы аренды автомобиля «Москвич» за весь период. В данном случае нам фильтр снимать не нужно, мы нажимаем просто «Очистить». Фильтр очищается. Соответственно, мы переходим в «Москвич», выбираем, и нажимаем «Ок». Далее выбираем цену, выделяем столбец, и видим, что справа внизу у нас написано 134.400. Обратите внимание, что если у вас здесь в строке отображения нету данных, значит, их можно включить, нажав на «Среднее», «Количество», «Сумма», «Максимум» и «Минимум». Ок. Кстати, отключение строки «Состояние» полное, то есть если мы отключим, да, у нас придет к более быстрой работе программы, потому что она не будет пересчитывать лишний раз значения. Ок. Посчитали. Итак, задача номер 3. «Количество аренд автомобилей с автоматической коробкой передач за 2019 год». То есть мы заходим в «Дата аренды», выбираем 2019-й, ок. И далее выбираем «Коробка передачи», выбираем «Автоматическая». Да, получаем результат 5 значений. Ок. Переходим к задаче номер 2. Задача номер 2 заключается в том, что в зависимости от данных, которые у нас находятся под фильтрами, для текста у нас существует специальный текстовой фильтр, для даты у нас фильтр по дате, и, соответственно, по числу у нас есть числовые фильтры. Рассмотрим первую задачу. Нам необходимо определить количество марок, которое начинается на букву «А». То есть мы заходим в «Текстовые фильтры», выбираем «Начинается с буквы А». Да, регистр здесь не важен. И видим результат. Да, 18 записей. Также обратите внимание, что у нас есть «Содержит», «Не содержит». Слово «Заканчивается на». И, соответственно, равно и не равно, чтобы исключить или включить значение. Окей. Переходим к задаче номер 2. Количество случаев аренды авто свыше, чем 20 тысяч. То есть мы заходим в «Цену», выбираем «Больше». Да, также у нас есть здесь и нестрогое неравенство. Больше или равно, меньше или равно. Между. Первые 10 обозначает большее 10 элементов списка. Выше среднего значение выше среднего. И, соответственно, ниже среднего значение ниже среднего. Выбираем «Больше» и ставим 20 тысяч. Нажимаем «Ок». Получаем результат. Да, 132 аренды. Определить количество аренд в четвертом квартале без учета лет. Смотрите, у нас есть фильтр по дате, который дает возможность делать фильтрацию без учета лет. То есть мы заходим в «Все даты за период» и выбираем квартал номер 4. Видим результат. Да, 103 записи. Помимо всего этого, мы также можем выбирать даты на этой, на следующей неделе. Да, до и после, завтра, сегодня и так далее. Окей. Теперь поставьте видео на паузу и напишите комментарий с одним из этих ключевых слов. Фильтр в Excel или сортировка в Excel. Спасибо вам большое. Идем далее. К тому же принципу мы можем делать и сортировку. Сортировка – это изменение порядка значений в зависимости от буквы алфавита, величины и значения, или же даты. Можем также поставить фильтр. Выбираем сортировку по алфавиту. То есть у нас есть от А до Я и, соответственно, обратное от Я до А. По алфавиту – это когда от А до Я. Видим то, что у нас список сортировался по алфавиту. Далее также у нас есть числа по возрастанию и по убыванию. То есть у нас от самого маленького числа, да, по возрастанию. А если по убыванию – это когда у нас самое большое число находится вверху таблицы, а самое маленькое, соответственно, внизу. Далее нам также нужно сортировать дату от старых дат к новым. Далее, соответственно, это от прошлых к будущим. То есть здесь у нас самая меньшая дата, внизу у нас находится самая большая дата. Это очень удобно, когда нужно посмотреть какое-то количество или упорядочить данные. Задача номер 4 у нас будет заключаться в следующем. Нам необходимо сделать сортировку по столбцам. Для этого мы выделяем нашу таблицу, заходим в данные, выбираем «Сортировка», большой значок. Далее заходим в «Параметры», ставим «Столбцы диапазона», «Окей». После чего мы выбираем строку, восьмую, да, то есть по восьмой строке у нас будет сортироваться значение. И выбираем, соответственно, сортировку от А до Я. Видим, да, то есть столбцы поменялись местами, заменив друг друга. И, соответственно, также мы можем сортировать в случайном порядке. Для этого мы пишем формулу «Случь между», выбираем нижнюю границу 1, верхнюю 10. Нажимаем «Ввод» и протягиваем вправо. Также переходим в «Сортировка», выбираем «Параметры сортировки столбцы диапазона», «Окей». Строка сортировки на данном случае седьмая. И выбираем «По возрастанию». «Окей». Отлично. Итак, заключительной задачей на сегодня у нас будет являться двухуровневая сортировка, которую мы можем выполнять по принципу следующему. То есть, смотрите, если мы здесь делаем, допустим, сортировку от А до Я, да, у нас значения внутри автоматически будут сортированы по возрастанию. И, соответственно, если мы сделаем от Я до А, у нас по тому же принципу значение будет идти от меньшего к большему. Если нам необходимо сделать сортировку по алфавиту, а внутри цену по убыванию, в таком случае мы убираем фильтр, заходим в данные, выбираем «Сортировка». После чего нам необходимо поставить галочку, если она не установлена, то, что мои данные содержат заголовки. В таком случае здесь у нас будут подтянуты заголовки таблицы. Если это не так, значит мы снимаем, и у нас будут подтянуты просто столбцы. После чего мы переходим в «Параметры» и выбираем «Строки диапазона». Окей. Если поставить галочку «Учитывать регистр», тогда большие буквы будут иметь приоритет перед маленькими. И, соответственно, сортироваться выше. Окей. Далее первый уровень сортировки мы выбираем по модель значения от А до Я, после чего нажимаем «Добавить уровень». И, соответственно, здесь выбираем цену, она нам нужна по убыванию. Нажимаем «Ок» и происходит сортировка. Также обратите внимание, что мы можем использовать собственные списки сортировки. То есть выбираем «Настраиваемый список». И, соответственно, в «Настраиваемом списке» через «Параметры списки» можно это дело изменить. То есть у вас есть определенный порядок, допустим, рабочих, которых вы хотите сортировать. Можно их также спокойно сюда занести, да, с листа, или же просто вбив и нажав «Добавить». И, соответственно, сделать сортировку именно по ним. Окей. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Напишите комментарий. Фильтры в Excel, сортировка в Excel. Я буду вам очень признателен. Спасибо большое за внимание. Всем пока. До следующей среды. На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о фильтрах и ассортировке. Приветствую, друзья. На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о фильтрах и ассортировке, а также о пяти вариаций о фильтрах и ассортировке и о заблуждениях, которые с ним связаны. Продолжение следует...